здравствуйте эта программа фокусе событий меня зовут анатолий никитин как будто что-то не так можно подправить картинку чтобы было почетче вот вот так хорошо хорошо что можно технически так все наладить но не всегда проблемы с изображением решается так легко возможно кому-то и сейчас меня плохо видно ведь россия вошла в число стран с самым плохим зрением у молодежи а конкретно заняла в этом списке третье место об этом пишет коммерсант со ссылкой на исследования китайских ученых согласно опубликованным данным в россии от миопии близорукости страдать почти каждый второй подросток показатель составляет 46 целых семнадцать сотых процента на первом месте с большим отрывом япония там эта проблема затрагивает 86 процентов детей и подростков на второй строчке южная корея в этой стране от близорукости страдает почти 74 процента представителей юного поколения всего же согласно статистике глобально распространенность миопии среди детей 5 12 лет и подростков 13 19 лет составляет 30 целых сорок семь сотых процента для того чтобы получить эти данные китайские исследователи провели систематический обзор и мета анализ двухсот семидесяти шести медицинских исследований из пятидесяти стран с общей выборкой почти пять с половиной миллионов человек в возрасте от пяти до девятнадцати лет работа масштабная работа серьезная значит результатам можно доверять тем более результатом китайских ученых они же по итогам своей работы определили что близорукость чаще встречается среди подростков они среди детей распространенность проблемы более характерно для девочек и жителей городов в целом офтальмологи объясняют рост числа заболеваний использованием гаджетов согласно прогнозам экспертов при текущих тенденциях число людей с близорукостью в возрасте до 19 лет 2050 году составит семьсот сорок миллионов то есть 40 процентов от всей этой возрастной группы напомним что в россии этот показатель уже составляет сорок шесть целых семнадцать сотых процента обгоняем среднемировые показатели высокий уровень распространенности близорукости в россии отечественные офтальмологи объясняют еще и тем что в стране доступна медицинская помощь как пояснила в интервью сми офтальмолог скандинавского центра здоровья татьяна орловская благодаря возможности оперативного посещения врача у нас есть объемная и точная аналитика регулярные профосмотры чекапы в нашей стране способствует выявлению большего количества случаев миопии то есть выявленных случаев много потому что их собственно выявляют согласно данным минздрава в россии на начало 2024 года общая заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата среди детей в россии составляла примерно 14 тысяч на 100 тысяч детского населения а первичное около четырех с половиной тысяч на 100 тысяч при этом чаще всего речь идет как раз о миопии близорукости что касается данных по татарстану то по данным республиканского минздрава за 2023 год зарегистрированная распространенность болезни глаза и его придаточного аппарата среди детей в возрасте от 0 до 17 лет составила 177,6 на тысячу населения и это на 5 процентов больше чем было годом ранее всего же за последние 10 лет в патарстане практически в два раза увеличилось количество зарегистрированных заболеваний глаз среди детей 2013 году было зарегистрировано около 90 тысяч случаев а в 2023 150 тысяч и чаще всего речь идет как раз о близорукости не случайно в конце августа российский минздрав опубликовал рекомендации как безопасно пользоваться на уроках электронными устройствами с экраном главное чтобы эти рекомендации соблюдали тогда глядишь и из тройки стран самым плохим зрением у молодежи выберемся ну как говорится поживем увидим это была программа фокусе событий смотрите нас и будете в курсе того что действительно интересно а и а и и и и Продолжение следует...